Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на повестке дня стул. Вернее, вот это кресло. Это кресло относится к секретеру. То есть я покупала комплект секретер вместе с вот этим вот стулом кресла. Это кресло я перетягивала уже. То есть я покупала во Франции вот такой кабелем красивый. Тогда у меня стиль в комнате был другой. И сейчас это кресло сюда не подходит. То есть, ну, слишком пёстрое. Перетягивать его я не хочу. В принципе, кабелем мне нравится. Да и работа здесь ой-ой-ой. То есть наверху у нас вот каретная стяжка, по-моему, называется. То есть очень сложно всё это сделать. Я помню, что я долго работала над ним. Поэтому я возьму вот этот стул. Он у меня один. Я его покупала когда-то в библиотеку в комплект. То есть у меня стоял стол с этим креслом. И вот этот стул стоял с другой стороны. Но так как сейчас у нас как бы библиотеки нету, стул у нас кочует из одной комнаты в другую. Этот стул будет стоять рядом с комодом. В принципе, мне не нужно его лакировать по новой, там, или красить белый цвет. Это будет как бы комплект. Но вот этот вот тоже гобелен или ткань мебельная сюда не подходит. Слишком ярко. Я сейчас буду перетягивать этот стул. Ну и, конечно, возьму вас с собой. Покажу, как я это делаю. Что я хочу ещё рассказать об этом стуле. Помните, я вам показывала решётку для батарей, которую я делала. Вот видите, на стуле как раз вот этот педикрор, или опять забыла я, как это называется. В общем, это плетёное. Плетение немножко сложное, потому что форма спинки необычная. Но вот сам рисунок дальше, вот вы видите его, видите? Это точно такой же, как на моей решётке для батареи. То есть, начинается сверху, конечно, довольно-таки сложно. И затем, после какого-то определённого расстояния, вот идёт, да, начинается вот это вот стандартное плетение. Я вам обещала показать это как-нибудь. Ну, покажу. На этом стуле немножко этот педикрор испорчен. То есть, я его покупала на блошином рынке. Долго торговалась, потому что это был комплект, несколько стульев. Но они все были поломаны. И вот единственный был более-менее ещё живой. Я его купила недорого, но решила, что вот этот педикрор я менять не буду. То есть, такой рисунок, конечно, я не в состоянии повторить. Вот то, что сверху. Ну, а снизу немножко испорчено. Сейчас это как никогда актуально подойдёт для моей комнаты. Значит, план такой. Стул остаётся таким же цветом. Возможно, вот на рельефной поверхности я немножко пройдусь белой краской. И как бы вот эти вот выпуклости все. Чтобы, ну, такой немножко шебе был стул. И подушку буду обтягивать чем-то подходящим. Может быть, льном. Сейчас пойду на поиск ткани. Я не знаю. Наверное, я как-нибудь скомбинирую по цвету с занавесками. То есть, у нас там есть такой бежевый, серый, непонятно какой, молочный. В общем, буду думать. И затем покажу вам, как я это делаю. Ребята, перепробовала кучу тканей, которые более-менее подходят по цвету. Но ничего мне не понравилось. И я решила пойти на хитрость. Но то, что я сделаю, вы увидите в конце видео. Первым делом нужно удалить старую отбивку. Видите, здесь у меня скрепки. То есть, это прибито такером. Чтобы удалить скрепки, я использую вот такую вот штучку. Я ее покупала в Баумаркте. Была недорогая. Ей очень удобно удалять эти скобки. Давайте я попытаюсь вам тут одной рукой показать. В общем, смысл такой. Видите, у нее такие два носика. Один плоский, другой перпендикулярно расположен к первой. Вот этой плоской вы поддеваете скобку. И затем нажимаете... В общем, смысл такой. Получается, как пассатижи. Вот эта вот часть двигается. То есть, вы наклоняете ее так, чтобы скобка зажалась. И выдергиваете. Если не получится с первого раза обе стороны выдернуть, можно просто выдергивать скобки так, чтобы одна сторона оставалась внутри. Лишь бы вторая вышла. Тогда можно просто после этого взять и выдернуть все остальное пассатижами. В принципе, эта штучка работает хорошо. Я всегда удаляю ей. Сидушка стула освобождена от своего чехла. Куча скрепок. Делается этой штучкой все очень быстро. Мне очень нравится. Итак, сейчас я имею мою форму. Я буду делать новую форму точно по этой. Потому что это уже все точно вымерено. Ну, то есть, я вырежу ткань, конечно, с запасом. Я вам хочу показать оригинальную ткань. То есть, стул был бархатный, розового цвета. И вот видите, здесь нет подгиба на обратную сторону ткани. Дело в том, что вот эта сидушка, она просто вставляется в проем, скажем так. И внизу у нас есть такие поперечины по углам идут. Вот как на матрасниках делают, чтобы они не сползали. Поэтому нельзя, чтобы было вот здесь наслоение ткани. Поэтому ткань обрезается в край. Как вы видите, здесь не обработано ничего. Но это закрывается там все внутренней стороной стула, скажем так. Ничего не видно. Главное пробить скрепки вот на этой же высоте. Можно ниже. Чтобы их не было потом видно. Здесь при натяжке ткани, в принципе, нигде не образуются складочки. Потому что уклон небольшой. То есть нам не нужно заворачивать ткань на обратную сторону. Можно растянуть очень даже хорошо по этой форме. В этом случае я не убирала первый слой ткани оригинальный. Дело в том, что по толщине, когда я покрывала новой тканью, это позволяло вставить сидушку вот в этот проем, где она сидит. Если бы толщина не позволяла это сделать, пришлось бы, конечно, снимать и вот эту. Но в тех случаях, когда позволяет толщина или позволяет размер того места, куда вставляется или прикручивается сидушка, я всегда стараюсь оставить оригинальную ткань. То есть она держит все там, все внутренности. Поэтому работать так удобно. Конечно, надо, чтобы ваша первая основная ткань была чистая. Не так, что какая-то грязная, там, вонючая сидушка. Покрыли сверху и хорошо. Нет. В моем случае сидушка была чистая, но я ее все же чистила. То есть я специальным средством для мытья ковров, то есть такая пена, чистила эту сидушку и затем сушила и затем уже по новой обтягивала. Я буду обтягивать опять поверх этой ткани, прибивать степлером. То есть нам нужно только и всего натянуть хорошо ткань, пробить степлером. То есть, как я уже сказала, при натяжке ткани на такую небольшую высоту. Здесь не образуется складок, можно легко работать. Затем излишки обрежу и наша сидушка будет готова. Я вам не буду показывать, как я перетягиваю, потому что это сюрприз. Я хочу, чтобы вы увидели стул уже в готовом виде. То есть принцип обтяжки какой? Вы вырезаете кусок ткани большего размера, чтобы вам удобно было натягивать. И при натяжке сначала делаете одна сторона, натягиваете вторую, прибиваете. Затем точно так же боковые стороны. То есть вам сначала нужно пробить 4 точки основные. Ну и затем уже натягивать от середины к краю. Желательно точно так же чередовать перед, зад, боковые стороны. Чтобы все это равномерно растянулось. Пробиваете все скрепками, такером. Или степлер, по-моему, называется по-русски. И затем обрезаете излишек ткани. Можно пройти каким-нибудь клеем, там, момент кристалл, чтобы это все не махрилось. Но в том случае, если ткань не особо махрится, можно ничего и не делать. Вот видите, у меня гобелен за годы. Я даже не знаю, сколько лет уже ему в обед. Тут ничего с ним не случилось. То есть, если вы один раз вставите стул в его гнездо, то так он и будет. Ничего с ним не случится. Итак, я пошла сочинять. Я сама даже не знаю, что получится. Но я уже так в голове вижу. Вижу картинку того, что я сделаю. Итак, я пошла сочинять. Покажу вам уже готовое. Смотрите, пожалуйста, стул готов. Мне кажется, что такая обивка гораздо интереснее, чем если бы была однотонная. Как-то цветы и все прочее мне не понравилось. Слишком пестро. А просто однотонная было тоже не очень интересно. Вот так мне нравится гораздо больше. Давайте покажу еще поближе. Вот видите, немножко с рисунком. Но рисунок такой не сильно бросается в глаза. Я довольна. Если не понравится или надумаю переделать, это пятиминутная работа, конечно. После долгих раздумий, ребята, меня посетил гениальный план. Когда было жарко, я от нечего делать. То есть, работать не хотелось или уставала после работы. А просто так сидеть я не могу. Я сделала следующее. Я взяла кусок льна. Это были штаны льняные. В общем, они распораны. Получается как бы переднее и заднее полотнище брючины, то есть штанина. И заправляла в пяльцы и сидела вышивала. Я нашла один канал, где девочка вышивает вот белым по белому или там цветными ниточками. Я оставлю ссылку. Сейчас наобум не скажу, как ее зовут. МДМ, по-моему, что-то такое. Ну, в общем, я оставлю ссылку. Так вот, она так красиво вышивала, что я подумала, а почему бы мне тоже не повышивать? Делать нечего. И вот я начала вышивать. Натянула пяльцы и просто вот иголочкой с толстой ниточкой, это хлопок, которым вяжут обычно крючком, я начала вышивать. То есть ниточки подбирала такие потолще, чтобы рисунок был видный. В общем, я пробовала. Это примерно так же, как вот на юбке из платка Тайна Сердца. Я делала Крэзи Квилд и затем там разные стежочки. Ну, это примерно вот так же вышивается. Тут разные. Тамбурный шов. Там, допустим, вот эти вот крестики. Забыла, как называется. Козлик, что ли. Вот нашла новый шов, как он делается. Очень красиво. Все это на канале у девочки. В общем, я тут пробовала. Вот этот рисунок я, или вышивку, не помню даже, вышивка была или рисунок, я нашла в Пинтересе, нарисовала его и вышила. Вот этот рисунок, это типа сердечко или что-то такое больше похоже на ананас. Уж не знаю, как будет на камере видно, но примерно. Я тут пыталась вышивать разными нитками, но вот одни нитки синтетические, другие хлопок. Вот синтетические мне не понравились, потому что они очень блестят, не нравятся мне. Тут я еще пыталась типа какая-то французская лилия или непонятно что. В общем и целом я тут навышивала, теперь не знаю куда. Вернее, теперь я знаю куда. Знаете, что я придумала? Сейчас я возьму вот этот кусочек льна, вот этот центральный элемент. Я еще не знаю как, наверное, сделаю прямоугольник. И сделаю тоже типа квилта или печьворка. В общем, сделаю кусок ткани размером с сидушку стула, немножко запасом. И вот этот лен я буду комбинировать с тканью, которую я купила как второй вариант для занавесок. То есть он похож тоже на лен и по цвету очень хорошо подходит к моим гардинам. То есть, ну там в принципе тоже есть и белый цвет. В любом случае белый лен в сочетании с этим будет хорошо смотреться. В общем, я сделаю следующее. Сделаю как бы, не знаю, еще аппликацию или печьворк. Тоже, наверное, шовчики вышью белым цветом. И затем натяну эту ткань на стул. Честно говоря, не знаю, что получится. Но вот так мне захотелось. Потому что ни одна из тканей мне не понравилась просто так вот на стуле. Я вырезала почти квадрат с вышивкой. И сейчас типа избы, то есть это сборка лоскутов, изба или колодец, не помню, как точно называется. Я буду собирать мой кусок для сидушки. Для того, чтобы это сделать, мне нужно отрезать полосочки ткани шириной 15 сантиметров. Это будет немного с запасом. Что я делаю? Я взяла вот эту ткань, компаньонку к моим шторам, и выровняла край. Вот видите? Он такой лохматенький стал. К чему я это показываю? Не для того, чтобы вас научить, как правильно отрезать кусок ткани ровно. Я хочу сказать о том, что вот эти ниточки, которые я вытянула, я их не выбрасываю. Вот это ниточки от штор, которые я вытягивала, я их тоже не выбрасываю. Они очень красивые, такие толстенькие. Выглядят как лен, и ими я буду вышивать. То есть вот такие хорошие ниточки, которые вытягиваются из тканей, и которые подходят для вышивки, я всегда оставляю. Точно так же от платков, если есть хорошие длинные нити шерсти, я их тоже оставляю, собираю, там наматываю на какие-то картоночки, и затем использую где-то для вышивки. Решила избу не делать, а сделать вот таким вот образом. Я сошью сейчас белую часть с верхней и нижней полосочкой, и затем пришью боковые стороны. Когда я хотела сделать избой, мне что-то показалось, знаете, так много вот этих переходов, а так будет как бы полосы. Три полосы и средняя из них как бы комбинирована. То есть я подчеркну это еще немножко вышивкой, дополню что-то еще, и затем буду натягивать. После того, как я сшила кусочки, я загладила швы на сторону льна белого. Дело в том, что белый лен, он тоньше, чем вот эта вот ткань. Поэтому я решила, чтобы укрепить как бы швы, потому что я буду еще прошивать с наружной стороны. Не прошивать, а вышивать. Делать красивые шовчики. Поэтому я прихвачу вот этот шов, сделаю какой-то тут рисунок, чтобы все это было крепче, так как это все-таки стул. Сейчас я пришью еще боковые детали и точно так же заглажу их на сторону льна, чтобы центральная часть крепко держалась. Моя вышивка готова. И сейчас я буду обтягивать сидушку. Я специально прокладывала строчку, вот рукой, видите, на живульку такую, чтобы держаться в этих пределах при вышивке. Теперь очень удобно располагать или распределять вот это вот новое покрывало для сидушки, чтобы его натягивать. Я спущу немножко вниз первый цветочек, чтобы побольше осталось вот этого рисунка. Ну и сейчас я буду это пристреливать. Сначала спереди, затем сзади, затем по бокам, растягивая хорошо ткань. Ну а затем буду просто вот так натягивать ткань, идя навстречу от этой середины и этой к углу. И здесь, как я уже говорила, в принципе, складок не будет. То есть ткань будет хорошо натягиваться и просто пристреливаться как можно дальше к краю. На сегодня, пожалуй, всё о переделке стула. В заключении этого видео я хочу показать вам кусочек бордюра, потому что многие спрашивают, что это такое, зачем я тут так покрасила. Дело в том, что у меня в комнатах во многих наклеен вот этот вот бордюр. Он 3D, то есть он выпуклый. И при покраске я решила, что выглядит, конечно, лучше, когда всё в одном цвете. То есть я покрасила всё серым. И, конечно, когда это однотонное всё, его стало как бы не видно. Особенно на той стене, где у нас каменные обои, выглядело некрасиво. Я решила просто вот белой краской, которую я красила, или которую я разводила серой, просто как бы сухой кисточкой повозюкать, как будто бы это вот, ну, как стрину, знаете. Немножко облезла и тоже штукатурка сохранилась там где-то, или типа, как называется, лепнина, что ли. В общем, цвет такой грязноватый, непонятно что, но, по крайней мере, рельеф подчёркнут. Я не знаю уж, как там на камере видео смотрится, но, на самом деле, смотрится неплохо. Конечно, многовато в некоторых местах белого. Ну, дело в том, что, я не знаю, как-то у меня не получилось в этот раз. Вот я оставалась, конечно, подчеркнуть. Обычно это хорошо, ну, когда очень рельефное, знаете. Взять губку и просто вот подчеркнуть выпуклые места. На этих обоих не особенно хорошо получилось. Ну, я думаю, всё равно это не портит. То, что я подчеркнула белым цветом, и немножко намазано. В принципе, можно это, конечно, замыть, но мне нравится так. Вот так. Всё вам показала, рассказала. Теперь следующее видео будет, наверное, уже когда комната будет готова. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Заходите на следующее. А теперь... До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok